Единственный неповторимый. Арнольд Шварценеггер. Я ел много мяса. Это все из-за рекламы. Стейк — это то, что ест мужчина. Которая навязывала идею о том, что настоящие мужчины едят мясо. Еда серьезных мужчин. Но надо понимать, что это все маркетинг. Реальность отношений не имеет. Я преподавал борьбу в различных государственных организациях 15 лет. Затем я получил травму. Более шести месяцев я не мог преподавать. Я потратил свыше тысячи часов, изучая науку восстановления и питания. И наткнулся на исследования о римских гладиаторах. Гладиаторы были в основном вегетарианцами. Как могли родоначальники профессиональных бойцов быть такими сильными, питаясь только растениями? Когда я перешел на растительную диету, я был отобран в третий раз на Олимпиаду. А также побил два американских рекорда. Я пожалел, что не сделал этого давным-давно. Когда я перешла на растительную диету, я не была уверена, что смогу выжить. А по сути, я стала похожей на машину. Одно из самых больших заблуждений в спортивном питании – это то, что мы должны потреблять животный белок для достижения высоких результатов. Это неправда. Иногда надо делать то, чего не делают твои соперники. Это сегодняшняя кровь, а это вчерашняя. Черт. Думаю, что это перевернет сознание многих людей. Я выздоравливал быстрее, и мне было не так больно. Это был наш лучший сезон за 15 лет. И еще 14 наших парней перешли на растительную диету. Мы все хотим чувствовать себя лучше, быть более энергичными. Холестерин был 276, а сегодня 169. Вау, вот это результат! Большинство в моем возрасте не могут угнаться за внуками. А у меня все наоборот. Не существует одних рекомендаций для улучшения спортивных результатов, а других – для борьбы с болезнями сердца, с диабетом. Они одинаковы. Кто-то спросил, как тебе удалось стать сильным, как бык, если ты не ешь мясо? А я ответил, вы видели быка, который ест мясо? Переломный момент. На экранах в сентябре.